В случае с Эйзенштейном, с его творчеством, мы все время сталкиваемся с крайностями. Одни пытаются все время обелить Эйзенштейна, хотя он в этом не нуждается. Ну, то есть увидеть в каждой его картине какой-то гуманизм, чуть ли не святость, невероятную какую-то исключительную борьбу со сталинским режимом. И это даже тогда, когда речь не идет о второй части Ивана Грозного. Другие считают, что Эйзенштейн – это человек, который хотел он этого или не хотел, он создал тоталитарную эстетику. Он помог не только главному диктатору собственной жизни, Иосифу Сырёновичу Сталину, но и всем прочим диктаторам, и всем прочим режимам. А в настоящее время маркетологам, которые, ну, в некотором смысле принуждают, заставляют нас покупать тельные товары, помог оформить эти желания, помог вторгнуться в человеческое сознание. И ведь вот правда и то, и другое. И то, и другое неправда, потому что, вот когда речь идет о гении, все правда и все неправда. Потому что, ну, больше Эйзенштейн всего, что о нем можно сказать, ну, конечно, больше. Вот, о чем тут речь? А создал он тоталитарную эстетику? Ну, не знаю, создал или нет, помог? Еще как помог. Конечно, да он этого не скрывал никогда. Как это можно отрицать? Он был абсолютно человеком этой эпохи. Какое чувство, ну, вот лично я часто испытываю, читая Эйзенштейна. Человек крайней степени образованности. Пишет ли он про Анри Бергсона? Или про кого-то еще из философов 20-го столетия? Про Фрейда ли? Про Юнга ли? И вот феноменальная образованность. Кажется, что человек знает все. И потом он делает какой-то такой вывод, что-нибудь напишет о марксистском монтаже или о том, как заблуждался Гриффит. И вот невольно возникает это чувство. Ну, надо же, человек так много прочитал и так мало понял. И тут же ловишь себя вот на этой несправедливости. Несправедливо. Потому что, да, ты судишь о нем сегодня, сейчас. Как? Как эти люди? Как Эйзенштейн? Как Маяковский? Как они так долго не понимали того, что происходит вокруг них? Как они долго служили вот этому страшному чудовищу, этому демону? Было? Было. Понять этого до конца мы не сможем. Но, конечно, ключом к тому, что пытался сделать Эйзенштейн, является вот это слово «аттракцион». Атракционом Эйзенштейн называл любой агрессивный акт по отношению к зрителю. Вот именно так, агрессивный акт, который приводит к чувственному изменению в неком внутреннем мире. И все равно какой. Это может быть цвет трико Примадонны. Или это может быть залп из орудий под местами, где сидят зрители. Ну, это еще в пору увлечения Эйзенштейна театром. Это может быть вот этот раскрашенный в красный цвет флаг, который в броненосец Потемкине водружают бунтующие матросы. И это может быть вся сцена на Одесской лестнице. И каждый эпизод этой шестиминутной сцены в отдельности. Без этого слова нет вообще Эйзенштейна. И нет какой-то практики его жизни. Он очень любил вторгаться. Он очень любил воздействовать. Он очень любил разрывать. Вообще искусства без воздействия для Эйзенштейна не существует. Аттракцион воздействует. Воздействует. А агрессивный аттракцион, в котором есть элемент насилия, он воздействует вдвойне. Потому что в этот момент нарушается некая стабильная картина внутренней жизни человека. И вот тогда там может появиться нужное и чаще всего единственное верное учение. Вот Эйзенштейн о кинематографе будущего. Это будет чистый кинематограф. Искусство непосредственной передачи лозунга. Ну вот вы хотите такой кинематограф будущего? Я не хочу. Эйзенштейн хотел. Он хотел. Он был человеком этой революции. И он был до определенной степени человеком вот этого режима. Он пострадал от него. Он умрет от него. Но он был этим человеком. И он, конечно, был неизмеримо больше всего того, что его окружало. Вот некоторые аттракционы из такой личной практики. Эйзенштейн же человек озорной, невероятно озорной. Воспоминания о нем полны вот этих шуток, каламбуров, розыгрышей. Но вот розыгрыши. В каждом из этих розыгрышей, заметьте, есть некий, я бы сказал, жестокий элемент. Ленинград, лето, жара. Тиссе – это великий оператор Сергея Михайловича Эйзенштейна. Ходит по роскошному номеру совершенно голый. Эйзенштейн подмигивает Александрову. Это Григорий Александров, ученик Эйзенштейна. В будущем муж актрисы Орловой. И автор фильмов «Веселые ребята», «Волга-Волга» и других. Итак, Тиссе ходит голый, Эйзенштейн подмигивает Александру. Давай подманем его к двери и выпихнем в коридор. Сказано, сделано. Гуляй, оператор. Весело, весело. А вы хотели бы голым ходить по гостинице, когда вас выпихнули друзья? Сомневаюсь. Вот еще один эпизод. Одесса. Сан-Ливиц Штраух. Штраух – это знаменитый актер, друг Эйзенштейна. Начиная с молодости. В очередной раз опоздал на съемку. Надо его покарать. А что, если взять манекен из тех, что будут бросать с броненосца? Да разукрасить подразложившийся труп. Да подложить к нему в номер, в постель. Сказано, сделано. И вот он вожделенный миг. Истошный на всю гостиницу вопль перепуганного Макса. Ну, они избавлялись. Было чувство юмора. Не знаю, бросил Штраух опаздывать или нет. Но в этом тоже есть Эйзенштейновский метод. Вот он то же самое будет делать со зрителями. Что он вот здесь вытворяет со своими друзьями. Или вот чудесное. Ленинград. Значит, ресторан-гостиница «Европейская». Нарядили Александрова девицей. Юный и привлекательный. Он сел одиноко за один из столиков, как бы в образе блоковской незнакомки. С полчаса элегантно цедил кофе с ликером, с достоинством пресекая все попытки ресторанных бонвианов пригласить его потанцевать. Как друг в зал вошел полупьяный поход кантонов, главный силач мастерской. Ну, мастерская – это круг Эйзенштейна. И без долгих предисловий приступил к решительным действиям. В общем, на глазах изумленной, респектабельной публики разразилась сцена изнасилования со всеми непотребными атрибутами этого процесса. Когда же дело дошло до опасности вовлечения в ситуацию органов правопорядка, последовало веселое разоблачение. Вот это сложное. Когнитивный диссонанс. Хочется вот эту сцену подсмотреть. Быть там в Ленинграде. Хочется. Какой-то части меня хочется. Хотел бы я вот так как-то быть непосредственным ее участником? Не знаю. Вряд ли. И вот Эйзенштейн все время вызывает вот эти вот противоречивые ощущения. Смотришь почти любую из его картин. Гениально. Ой, как гениально. Ой, как гениально. И одновременно. Ну что же он делает, зараза, а? Вот это все время присутствует одно в другом. Иногда одно другое побеждает. И благодаря этому, а благодаря тому, что Эйзенштейн это понимал, и он понимал, что из составляющей любого мизанкадра это конфликт, это борьба с тихией, это борьба начала. Там, где борьба, там что-то рвется. Там текут, движутся энергии. Там происходит какое-то неистовое вторжение вот в это вот пространство зрительного зала. И тогда, тогда все возможно. И тогда марксизм победит. Это тоже для него было важно. Я не понимаю, зачем здесь отбеливать Эйзенштейна. Потому что он не был поэтом Пушкинского круга. Никогда. Он был человеком, который служил советской власти. Который выбрал этот путь основательно, от начала и до конца. И всю свою жизнь он будет иметь вот огромное пространство перед собой поисков в этих направлениях. Как еще можно воздействовать на зрителя? Что можно здесь сделать? И он будет, он будет этим главным человеком в определенный момент в стране. Ну, до определенной, конечно, степени. Когда будет сниматься октябрь, ведь будут, да, разводить мосты днем, останавливать движение. Крейсер Аврора будет палить из пушки там чуть ли не сутки для того, чтобы там два залпа, а вот этих вот легендарных, вошло в картину. А все это, премьера будет в Большом театре. А они будут там монтировать это во время уже премьеры. Александров будет с монтированными частями приезжать в Большой театр, а там будут сидеть все, потому что, ну, кому? Эйзенштейну. Леонардо да Винчи, кинематографа, так его назовут. Ему будет дано восславить октябрь. И Эйзенштейн скажет, что большевики были слишком заняты революцией. Слишком заняты были, поэтому не успели ее увидеть. Вот. Это замечательное высказывание. Вот он внутренне взял на себя эту задачу показать большевикам их самих, их роль, их некое провиденциальное место не то, что даже в мировой истории, а где-то и за пределом мировой истории. В некой истории вселенной, может быть, потому что замах у Эйзенштейна почти бесконечный, безграничный. и этот человек будет сочинять очень сложные книги, трудные для чтения, и он будет искать и все время находить. И мы все люди, которые когда-нибудь видели Эйзенштейна, являемся его, снимаем мы кино, нет, учениками. Потому что если мы поняли, вот как он это делает в фильме «Стачка», когда конные казаки, вот сейчас они будут разгонять демонстрацию, и разговаривает женщина с ребенком, и пока она разговаривает с казаками, ребенок проходит и садится под лошадью. и ты понимаешь, вот сейчас она только тронется, и ребенку конец. Вот это аттракцион. Все, он тебя поймал. Но ведь этого недостаточно, он дальше и будет множить, он будет думать о том, как их сочетать, как сочетать это с ритмом фильма, с его, когда будет звуковое уже кино снимать, звуковой палитрой, он будет об этом размышлять день и ночь. В некотором смысле он хотел, мне кажется, быть властелином мира. Так же, как властелином мира хотел быть Ленин или Троцкий или потом Сталин, потому что это люди вот с этим замахом, они пришли сюда, чтобы все перевернуть. И вы подумайте, какая слава, это Брониспотемкин вышел на 27 лет, а он Леонардо да Винчи уже в 27 лет, кинематографа. И Чаплин восхищается, Чаплин посмотрел Брониспотемкин, он никогда в жизни не видел ничего подобного. Вы представляете, вот вами восхищается Чаплин. Ну, так, на секундочку. Ваш любимый писатель Стефан Цвейк, которого Эйзенштейн обожал, он был влюблен в него, и он посмотрит картины Эйзенштейна, и он будет в неком невероятном восторге. Восхищаются все. Все хотят тебе подражать, все хотят быть твоими учениками, кроме, разумеется, коллег по цеху, и тоже выдающихся режиссеров. Ну, вот, например, Лев Кулешов, знаменитый кинорежиссер, автор того, что будут называть эффектом Кулешова, он поставит Эйзенштейну за монтаж Брониспотемкина троечку. Троечку. Были люди в наше время. Три балла. Хотя бы три с половиной натянул бы немного. Троечку, слабенько. Вы и в нашей программе видели Одесскую лестницу. Вот это троечка. Другой классик вот так это оценил. И надо сказать, что это целый круг людей с этими идеями. Дига Вертов, другой выдающийся человек, противник Эйзенштейну теоретически, почему киноглаз, то, что изобрел Дига Вертов, почему документальная съемка, потому что все, что было снято дуэтом, любое художественное повествование, это искусство прокаженных. Это Дига Вертов. Как человек, который боится заразиться проказом, он должен бежать от этого, сторониться, потому что это омерзительно все, что было создано до того. Это мышление той эпохи, попробуйте быть от этого свободным. Это сейчас легко про это говорить? Вот мне легко, им было сложно, они делали новое искусство, они начинали с нуля, но вместе с тем это искусство безусловно служило людям, которые строили эту страну, а строили они ее совершенно определенными методами. Но Эйзенштейн тоже ведь совершенно не брезговал, а любил документальную съемку. Вообще он когда-то был лефовцем, дружил с лефовцами, где фоторепортаж, документ, производственный момент является главным фактом искусства, а вымысел принадлежит буржуазной эпохе. И вот здесь есть потрясающий момент, он в следующем. Они так верили в то, что можно пойти с камерой, заснять современную им жизнь, и публика будет смотреть разенув рот, потому что и этого тоже не вычеркнешь. Им было невероятно интересно жить. Они понимали, что то, что происходит вокруг них, интереснее трех мушкетеров, интереснее любой книги, которую они любили в детстве, интереснее Диккенса, которого внутри этой авантюры под названием революция. Продолжение следует...